А почему он полностью растёт, а мы даём ему расти? Почему? У нас же всё дороже становится. Это правда. Саудовская Аравия начинает нефтяную войну. Всем привет, друзья, меня зовут Богатейший Де. Утро 9 марта. Цена на нефть марки Brent резко упала более чем на 30%. Это поистине самое резкое падение после войны в Персидском заливе. Сразу же на эту новость отреагировал и рубль. Его курс обвалился, а евро и доллар достигли максимума с 2016 года. Вслед за этими событиями начали сыпаться бумаги российских компаний на бирже. Упали акции таких гигантов, как Сбербанк, Роснефть и Лукойл. Падения были существенными и доходили до 26%. Почему же произошёл обвал? И кому это выгодно? Снижаться стоимость нефти начало из-за провальных переговоров между Россией и членами организаций стран экспортеров нефти, куда входят Саудовская Аравия, Объединённые Арабские Эмираты и другие страны. Члены ОПЕК предлагали сократить добычу на 1,5 миллиона баррелей в сутки, дабы поддержать цены на фоне вспышки известной инфекции. Число новых заболевших увеличилось за выходные во всём мире. По крайней мере 110 тысяч случаев заражения и 3800 из них закончились летально. По информации от источников The Bell, за отказ от сотрудничества и сокращения нефтедобычи выступал сам Игорь Сечин, близкий друг Путина и, конечно же, глава Роснефти. Он считал, что сделка с ОПЕК, цитата, «невыгодна для России». По данным от Reuters, ещё в декабре он говорил президенту Путину о том, что соглашение с ОПЕК даст США выгодное положение. Близкий источник одной из крупных нефтяных компаний рассказал, что Игорь Сечин никогда не скрывал, что сделка с ОПЕК ему невыгодна, ссылаясь опять же на выгоду Соединённым Штатам. Собеседник The Bell слышал, что на этот раз аргумент Сечина про американцев звучал так. «Вот сейчас мы им покажем. Они при текущей цене активно вкладывают в свою сланцевую нефть, но её добыча при цене ниже 40 долларов едва ли целесообразна, а Роснефть может позволить себе такое падение», — пересказывает он. «Пять часов переговоров не дали никакого результата. Россия держалась того, что не будет дальше сокращать добычу. Министры энергетики стран ОПЕК были в таком шоке, что не знали, что сказать», — пересказал Блумберг, один из участников переговоров. «Атмосфера встречи, по его словам, была как на поминках». Важным фактором в исходе переговоров с ОПЕК было долгое противостояние России и США вокруг проекта «Газпрома Северный поток-2», против которого в итоге были введены американские санкции. «Кремль был страшно зол, когда администрация Дональда Трампа решила использовать энергетику в качестве политического и экономического оружия», — пишет Блумберг. Кроме того, США ещё могут наказать санкциями Роснефть за помощь Венесуэле. Что ж, переговоры закончились. Саудовская Аравия начинает нефтяную войну. По данным Блумберг, королевство установило скидки на уровне 6-8 долларов за баррель, опустив нефтяную марку Brent до 31 доллара. Вчера мы наблюдали очень сильное снижение мировых рынков и, соответственно, цен на нефть. Это было вызвано, в первую очередь, теми новостями, которые появились на выходных со стороны Сауди Арамка, которая предложила своим потребителям дополнительное снижение цен на 6-8 долларов за баррель. Ситуация ударила рикошетом по всем остальным. Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала более чем на половину процента. Между тем, на фондовых рынках наблюдается массовое бегство инвесторов. Фьючерсы на S&P 500 упали на максимально возможный за день 5%. Европейские индексы начали торги обвалом на 5-9%. Японский фондовый индекс Nikkei потерял 5,1%. Австралийский фондовый индекс обвалился на 7,3%. А курс австралийского доллара в какой-то момент за 20 минут упал на 5%. Это было худшее падение с кризисного 2008 года. Акции добывающей компании BHP Group рухнули на 14%, а нефтяной компании Woodside Petroleum на 18%. Главный рыночный стратег Exicorp Стивен Инц в интервью говорит следующее. Реальный риск связан не столько с самой дешевеющей нефтью, сколько с кредитным риском. Именно он беспокоит рынки. Крупное издание Financial Times рассказало, что агрессивное снижение цен Саудовской Аравии особенно сильно может ударить посланцевым добытчикам в США, где на долю энергетических компаний приходится более 11% рынка высокодоходных облигаций. Такое падение цен фактически превратит Хьюстон, центр нефтяной промышленности, в город-призрак. Доходность 30-летних бондов опустилась ниже 1%. Таким образом, впервые в истории доходность всех американских гособлигаций оказалась ниже 1%. Участники рынка теперь рассчитывают, что Федеральная резервная система США снизит процентные ставки на заседание 18 марта сразу на 0,75%, хотя 3 марта она уже понизила их на 0,5% до 1,25%. Италия также переживает свои не лучшие дни. Экономическая ситуация в регионе оставляет желать лучшего. ФРС снижает ставку на фоне вспышки того, что пришло из Китая. В Италии наибольшее количество заболевших и погибших от него в Европе. За прошедшие сутки в Италии от COVID-19 скончались 133 человека. Всего умерших 366. За последние 24 часа число инфицированных выросло на более чем 1000. При этом в четвертом квартале 2019 года в экономике страны уже был зарегистрирован спад, который наверняка повторится и в первом квартале 2020. Таким образом экономика Италия переходит в рецессию. На севере государства расположено большинство промышленных предприятий. К тому же будут закрыты основные туристические достопримечательности, включая музеи и горнолыжные курорты. На этом фоне фондовый индекс Италии упал в понедельник сильнее других европейских рынков. Более чем на 9%. От неожиданного решения Саудовской Аравии пострадали также и Соединенные Штаты. Так в США и Великобритании нефтяные компании привели к падению рынка. При этом акции Shell, BP и Chevron упали примерно на 15% и более. Акции компании Premier Oil подешевели более чем в два раза. Чуть ранее азиатские рынки также резко упали. С японским индексом, который снизился на 5%, с австралийским, который упал на 7,3%. Это самое большое ежедневное падение с кризиса 2008 года. В Китае бенчмарк Shanghai Composite упал на 3%, в то время как в Гонконге индекс Han Sen просел на 4,2%. Однако политики всех стран призывают к спокойствию и заверяют, что ситуация под контролем. На бюджет России, хочу подчеркнуть еще раз, снижение цен на нефть не влияет. То, что мы раньше продавали за доллар и получали за это, скажем, 32, то есть продавали за доллар, а получали в ответ 32 или 35 рублей. Теперь мы продаем за тот же доллар, но получаем сколько там сегодня курс. Поэтому доходы в бюджет даже увеличились. Особенно забавно это смотрится от кремлевских пропагандистов. Ну а теперь давайте глянем на криптовалюту. На вечер 9 марта биткоин оценивался в 7800 долларов. Главные хейтеры биткоина уже дали свои комментарии в твиттере. Но почему падает биткоин? Из-за нефти и мировой экономики? С одной стороны, есть логика. На фоне паники на мировом рынке инвесторы якобы начали выходить в доллары, чтобы обезопасить себя от дальнейшего падения. С криптовалютой вроде бы случилась та же ситуация. Но как я говорил в недавнем видео, создатели крупнейшей в истории криптовалют пирамиды PLUS Token пытаются избавиться от наворованных биткоинов. По предварительным оценкам, в их распоряжении находилась криптовалюта на сумму в 2,9 миллиарда долларов. Мошенники пытаются распродать около 13 тысяч биткоинов на сумму примерно 210 миллионов долларов. А поскольку объемы для продажи огромны, это и роняет рынок криптовалюты. При этом в данном случае преступники также попытались задействовать биткоин-миксере, чтобы разбить транзакции. Ночные события 9 марта показывают, что мир в конечном итоге устремится к децентрализованной экономике, которая не может быть затронута решениями одного отдельного правительства. Все же приятнее полностью контролировать актив, зависящий исключительно от настроений на рынке, чем терять часть сбережений в национальной валюте по причине разногласий людей при власти. Также невозможно не упомянуть драгоценные металлы. Безусловно, они являются общепризнанной тихой гаванью. Например, золото, которое, кстати говоря, 9 марта достигло своего максимума за последние 9 лет. 1700 долларов за унцию. Под конец видео давайте посмотрим, как реагирует твиттер на ситуацию крипторынка. Генеральный директор Coinbase Брайан Кармстронг, который положительно относится к биткоину, был поражен ситуацией с падением. Он заявил, что ожидал противоположного результата. Удивительно, что в этой ситуации мы видим падение биткоина. Мы ожидали обратного. Директор по стратегическим вопросам блокстрим Самсон Моу также дал комментарий. Я бы сказал, что биткоин держится довольно хорошо для децентрализованного политического наднационального актива, который 10 лет назад стоил 0 долларов. Что ж, биткоин на самом деле чувствует себя хорошо, даже в кризисном климате, особенно если помнить, что 10 лет назад он ничего не стоил. Ну а меня зовут Богатейщий Ди. Подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями, комментируйте. Обязательно. Богатейте. До скорого. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»